Всем привет! С вами Киноблок Онлайнера. Впереди декабрь, месяц больших надежд и дешевых мандаринов. А для многих это последний шанс ходить в кино в уходящем году. И сегодня мы расскажем, как не пропустить ничего интересного. Дом, который построил Джек. Ларс фон Триер продолжает делать то, что у него получается лучше всего, исследовать границы допустимого и иронизировать над тем, что нас окружает. Спустя пять лет после выхода «Нимфоманки» датчанин выпустил фильм «Дом, который построил Джек». Действие картины разворачивается в Америке 70-х, где орудует серийный убийца, который стал центральным персонажем картины. Нам расскажут историю пяти изобретательных и порой абсурдных преступлений, каждому из которых Джек подходит как произведение искусства. После премьеры на Каннском кинофестивале в мае этого года «Дом, который построил Джек», получил, мягко говоря, противоречивые отзывы. Многие зрители и даже критики покидали показы из-за слишком жестоких сцен и общего настроения фильма. Стало быть, Ларс фон Триер не изменил себе и в очередной раз дал пощечину общественному вкусу. Как бы то ни было и каким бы ни получился фильм, но лучший саундтрек к нему написали уже в 2004 году. «Хроники хищных городов» — это адаптация романа Филиппа Рива «Смертные машины», которая рассказывает о последствиях 60-минутной войны. По сюжету книги в будущем города, в частности Лондон, превращаются в огромные движущиеся машины, которые пожирают городки поменьше для того, чтобы пополнить свои ресурсы. Работу над этим проектом еще в 2010 году начал режиссер «Властелина колец» Питер Джексон, поэтому неудивительно, что съемки фильма прошли не в Лондоне, а в Новой Зеландии. Джексон выступает здесь в качестве продюсера и автора сценария, а в режиссерском кресле оказался новозеландец Кристиан Риверс, для которого это, по сути, большой дебют в новом качестве. До этого он работал специалистом по спецэффектам в таких фильмах, как «Контакт», «Хроники Нарнии», «Кинг-Конг», «Властелин колец» и «Хоббит», поэтому за визуальную составляющую фильма переживать точно не стоит. «Щелкунчик» и «Четыре королевства» Дисней продолжает выпускать живые ремейки классических историй. Мы уже посмотрели «Красавицу и чудовище», совсем скоро нас ждет новый «Аладдин», а пока «Щелкунчик» по сказке Гоффмана. На первое Рождество без матери юная Клара Штальбаум получает необычный подарок – ключ, открывающий двери в другой мир, придуманный ее мамой. И теперь Кларе предстоит его спасти. Сразу два больших режиссера. Первый – трехкратный номинант «Оскара» Лассе Хальстрюм, известный по таким фильмам, как «Шоколад», «Казанова», «Хатика», «Рыба моей мечты» и другим. После окончания съемок его заменил не менее маститый Джо Джонстон, режиссер оригинальных «Джуманджи» первого «Мстителя», который занимался досъемками «Щелкунчика». В главной роли Клары – 18-летняя Маккензи Фой, которая запомнилась еще по роли в Нолановском «Интерстелларе». Также в «Щелкунчике» мы увидим Хелен Миррен, Киру Найтли, бывшего украинского танцора балета Сергея Полунина, и Моргана Фримена, который обязательно что-нибудь объяснит. «Аквамен» Одна из самых громких премьер декабря расскажет историю каноничного героя комиксов – «Аквамена». Артур Кари был сыном работника «Маяка» и королевы Атлантиды, которая перед смертью пообещала, что однажды мальчик станет правителем семи морей. А дальше – экшен, 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 а также мускулатура и брови Джейсона Мамоа, Эмбер Хёрд, Дольф Лундгрен и Николь Кидман, и, что интересно, некоторое количество шуток, хоть раньше за этим фильмы DC замечены особо и не были. Вечные конкуренты Marvel явно поторопились, выпустив «Отряд самоубийц» и «Лигу справедливости», толком не рассказав оригинальных историй своих персонажей, а, как показала «Чудо-женщина», от студии все-таки можно ожидать, в общем-то, чего угодно. «Бамблби» Еще один блокбастер декабря, который расширит давно знакомую вселенную – фильм «Бамблби» о самом милом трансформере франшизы. Действие фильма развернется в 1987 году. Скрываясь от преследования, «Бамблби» находит убежище на автомобильной свалке, где его под видом обычной машины находит 18-летняя Чарли. Девушка приводит автомобиль в порядок, но довольно быстро понимает, что под капотом у него не только поршни и клапана. Интересно, что впервые фильм про «Трансформера» снимает не Майкл Бэй, здесь он выступает в качестве продюсера. Далеко не факт, что благодаря этому взрывов на экране станет меньше, но мы с вами понимаем, что главное в этом фильме – не только спецэффекты и хороший сюжет, но и... В декабре выйдет и важный мультфильм уже для вселенной Марвел «Человек-паук через вселенные». Дело в том, что его центральным персонажем станет не всеми любимый Питер Паркер, а темнокожий подросток Майлз Моралес, персонаж которого в комиксах впервые появился в 2011 году. Но и это еще далеко не все, потому что вместе с ним бороться со злом будут пауки из других альтернативных вселенных, такие как, например, Гвен-паук и Свин-паук, он же Питер Паркер. Но больше всего поклонники Марвел ждут появления Нуар-паука, которого озвучил сам Николас Кейдж. Происходит вся эта встреча из-за аварии на гигантском коллайдере, в результате чего открылось окно в различные смирения, в которых события происходили далеко не так, как мы к этому привыкли в нашем. Оторвемся от супергероев, потому что в прокат также выходит драма с Мэгги Джилленхолл «Воспитательница». 40-летняя воспитательница детского сада Лиза живет с мужем и двумя детьми неподалеку от Нью-Йорка. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников она открывает гениальный поэтический талант. Лиза становится одержима вундеркиндом и пытается сделать все, чтобы оградить его от жестокого мира вокруг. Правда, чтобы воспитать поэта, ей придется рискнуть карьерой, семьей и свободой. Как-то часто бывает, в мировом прокате фильм оказался еще в январе этого года, но до нас добрался только сейчас. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Гринч. Ну и, конечно, в декабре нас ждет сразу несколько премьер новогодних фильмов, или, если говорить о мультфильме Гринч, то фильмов рождественских. Да, студия Universal решила возродить на большом экране классического персонажа спустя 10 лет после не самой удачной попытки с Джимом Керри в главной роли. Да, тот фильм собрал почти 350 миллионов долларов, но классикой так и не стал. В этом году нас ждет все та же история о Гринче, обиженном на жителей Ктограда, которые однажды сделали его предметом насмешек из-за его необычного вида. Гринче закрыл свое сердце от любого добра и однажды решает украсть Рождество, а сделает он это голосом Бенедикта Камбербатча. Сериалы крайне редко получают полнометражное воплощение, и еще реже это воплощение бывает удачным. Но в Новый год, как известно, возможны чудеса, поэтому 27 декабря в кентеатрах появится фильм «Полицейские срублевки. Новогодний беспредел», снятый по успешному сериалу телеканала ТНТ. В канун Нового года отделение полиции Барвиха Северная оказывается под угрозой закрытия. А чтобы спасти родной отдел, полицейский срублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Естественно, все пойдет не по плану, а в конце, с большой долей вероятности, наступит Новый год. Че ты мне сделаешь? Я начну петь. Позабудь об этом мне! «Елки. Последние». В канун Нового года выйдет уже восьмая часть франшизы Тимура Бекмаметова «Елки», как понятно из названия, «Последние». В этот раз, ну, в общем, как и всегда, фильм будет состоять из нескольких новелл, связанных друг с другом. Так Снегурочка спасет одинокого дедушку, тюменский хипстер поможет дяде Юрия правильно сделать предложение своей возлюбленной, а Бориса сделает все возможное, чтобы его друг Женя не вернулся в Якутию. Невероятные сюжетные повороты, непредсказуемые финалы, конечно, Иван Ургант, который поет Филиппа Киркорова. Разве не этого мы все ждем в канун Нового года? Наш партнер Falcon Club Бутик Кино предлагает уникальную на сегодня для Минска услугу – посмотреть фильмы в формате D-Box. Это технология, которая синхронизирует движение кресла с тем, что происходит на экране. Погония, взрывы, полеты вы ощутите на себе как никогда ранее. D-Box Falcon Club Бутик Кино – это комфортный зал на 16 мест. Приходите и наслаждайтесь фильмом полностью. С вами был Киноблог Онлайнера. Подписывайтесь на наш канал и точно не пропустите ничего интересного из мира кино и сериалов.